Здравствуйте дорогие друзья, с вами Валерий Бовсуновский. Это видео будет для участников проекта DevHackers Профессиональный рост. Начнем мы с Кати. Итак, сейчас мы будем с вами делать приложение на Тога. Из него должно получиться три приложения. Настольное, для мобильных платформ и веб-сайт. Встроен искусственный интеллект. Идеи будут разные. Для чего нужно? Давайте посмотрим практические шаги, которые я описал. А потом мы это будем делать. Просто, чтобы понимали участники проекта, что от них требуется. Итак, использовать документацию и исходный код. Второе. Написать свое приложение. Обратите внимание, тут есть важный момент. То есть, вот сейчас Катя когда разбиралась, в исходном коде. А вы, многие помнят, по Кате есть определенные видео, да, когда она начинала, там, и так далее. Значит, я дал Кате задание рассмотреть три библиотеки PyTorch, Django и Togo. И в них обработчики. Задача сложная, особенно если не писать. Но Катя все-таки хитро поступила. Как? Она написала, Валерий Иванович, благодарю. Мне очень помогло продвинуться с пониманием кода, последовать вашей рекомендации. Написать приложение Togo по вашим урокам. Писала и комментировала каждую строчку. Через несколько дней еще раз пересмотрела и еще дописала, что увидела снова. Собственно, это и помогло увидеть асинхронность киллбеков в файле Togo. И вот Катя действительно прислала прекрасный файл, учитывая, что не так давно прошло несколько месяцев, Катя была совсем нулем. Сегодня она комментирует исходный код библиотеки Togo. Это уже дело более серьезное. А именно, комментирует Хелдерс, обработчик. Это основной элемент любой библиотеки. Например, здесь, если посмотреть в туториал, то тут написано. Мы устанавливаем обработчик, который представляет собой оболочку поведения, которое мы хотим активировать. Иными словами, нажата кнопка, не нажата. Теперь смотрите, какая интересная вещь. Мы, Катя, должна стать разработчиком. Если она выберет первый путь, только писать само приложение, ничего не понимая в исходном коде, ей останется только ходить на переполнение стека и догадываться. Путь неверный. Для того, чтобы из Кати получился полноценный разработчик, Катя должна опираться на исходный код. И она попробовала это сделать сначала. Я думаю, что сначала она именно попробовала просто разобраться в обработчике, но это не так просто. Выбрала абсолютно правильный путь. Какой? Для того, чтобы писать, надо начать писать приложение, но при этом постоянно ссылаться на исходный код. Обратите внимание на вывод Кати. На вывод Кати. А вывод Кати сделала следующий. Основное. Много кода построено на калбеках. В принципе, Катя работает с калбеками несколько месяцев. Сегодня уже, будем сказать, будем говорить так, она на пути к профессиональному использованию. Вот что интересно. Когда Катя смотрит внутрь, видит калбеки, а потом их использует при построении самого приложения, то есть, получается, понимание исходного кода, понимание работы калбеков, нам дает возможность писать калбеки в реальности, потому что мы понимаем, что должно произойти. Понимание работы обработчика дает легко писать любые бюджеты и вообще работать с любой библиотекой. Если мы возьмем Django, например, то там тоже в основе лежит обработчик Hendo. Я сейчас не полезу в код, который работает следующим образом. Там есть слой Mildware промежуточный. Иными словами, пока открывается сайт, Mildware уже отработал. И он отвечает за проверку правильности кода и так далее. Того выставил человек, который является ведущим разработчиком Django, опираясь на этот код для того, что этот код очень чистый. Код профессиональный, поэтому с него надо учиться. Итак, вернемся к Кате и сделаем выводы. как раз видео от этого момента если взять, а сегодня у нас 25 сентября, то три месяца назад Катя разбирала другие вопросы. Она писала первую программу, 90 дней всего, да, и тогда у нее понятие я беру келбеки в данном случае просто потому, что мы сейчас с ними работаем. Вопрос в том, что келбеки их полезно вообще знать, что так как они используются во всех практически языках программирования. Но я сказал, не надо сейчас сидеть и думать, вот, выучить келбек и буду программировать. Это одна из технологий. Обработчик сам уже по себе другая технология. все программы, есть все прочее. То есть основное понимать технологии. Ребят, келбек одна из технологий, функция обратного вызова. Дайте внимание, 90 дней назад Катя вот в этом видео рассуждала над другими вопросами, например, над которыми сейчас другие ребята. То есть что общего между функциями, методами, классами, экземплярами. Объект. Что такое работа программиста. Параметры функций. То есть это уже в проекте DevHacker, где можно сосредоточиться на том, что учить в языке. Плюс если добавить уроки школы, то получается прекрасная вещь. А сегодня заметьте, через 90 дней Катя уже как бы между прочим говорит, я писала программу и разбиралась в том, как работает обработчик. Согласитесь, через 90 дней, учитывая, что пусть там 4,5 месяца, как она начала изучать язык, пришла совсем нулевая. Сегодня она описывает файл. И довольно профессионально. Давайте и вчитаемся. Импорт модуль, который тесно взаимодействует с интерпретатором, содержит системные параметры и функции. Прекрасный язык поставлен. Этот модуль представляет стандартный интерфейс и так далее. Нижний слой обработчика. Дальше поехали. Оператор try указывает обработчика исключения или код очистки для операторов. Дальше поехали. Swift всегда приостановить текущую задачу. Дальше функция обработчика очистки интерфейса. Дальше обертки у нее уже пошли. Обернутый обработчик в этом методе мы работаем с обработчиком методы выше. Это callbacker. Вот он. Вот он вывод. Правильный вывод. Смотрите как она определила в профессиональном файле исходного кода как он работает. вы знаете что? Достаточно большое количество разработчиков которые до сих пор 5-6-7 лет занимаются разработкой но исходного кода боятся. Документации боятся. Так вот в этом курсе мы будем конкретно для того чтобы развить навыки разработки именно опираться на исходный код. можно открывать исходный код просто зная какой класс открыть просто работая с браузером. Я ребятам показал что есть прекрасный инструмент IMAX где все круче это как-то хочет вот если я хочу взять класс A это IMAX я нажимаю всего лишь запятую дальше нажимаю G G и вот пожалуйста я оказался в класс A это исходный код уже классно я могу почитать посмотреть обработчик и тут уже пойти работать да то есть сразу работаю когда хочу вернуться назад CTRL и я опять в исходном коде так я могу посмотреть любой элемент просто редактор идет в значит виртуальное окружение в исходный код и все смотрит теперь смотрите Катя раз уж затронули значит теперь для ребят школы задача да давайте смотреть что мы будем делать давайте немножко посмотрим итак для того чтобы стать профессиональным разработчиком у нас есть несколько вариантов вариант первый просто кого-то повторять ну не получится стать профессиональным разработчиком вариант второй использовать исходный код и документацию это то что нам надо то что делает Катя и как мы видим она достигла результата Катя поняла что просто читать файл того же обработчика просто читать файл того же обработчика да трудно но если начать писать приложение и видеть обратную связь тогда все становится на места при этом заметьте она начинает в своей практике использовать код который она видела в исходниках то есть там те же технологии только которые рабочие вот эта задача нам и стоит изучить давайте запустим эту программу здесь очень много фишек показано сейчас на данный момент а потом поставлю задачу ну допустим запустим окно и смотрим да вот тут все работает это просто пример то есть инфа вот оно все отображается вопрос нам не надо задать открытие файлов то есть все эти вещи как-то с чем-то связаны и так далее при этом тога работая следующим образом что написал свое приложение при помощи приложения портфель иными словами обычных словесных команд мы перегоняем его мобильное приложение iphone либо android и веб-сайт это очень круто один раз написал и получил три приложения теперь у нас стоит я пока закрою теперь у нас стоит задача какая встроить свою идею то есть получается ведь нам надо чтобы приложение что-то делало а мы поставим задачу встроить какую-то вещь с искусственным интеллектом иными словами получается кроме написания самого приложения нам надо написать совершенно свой код которого нигде нет и втрое и как раз таки что нам в этом поможет только одно документация и исходный код именно в исходном коде именно в исходном коде и есть идеи которые нам понадобятся именно там их надо смотреть по сути дела можно обозначить следующим образом смотрите то есть мы будем выполнять несколько задач ну во первых ребята будут расти в python и других языках да потому что си будем время от времени си плюс плюс подключать а потом придем чуть попозже к тому что можно будет писать библиотеки мне где-то нравится и ло я скажу но пока не будем трогать да простые еще есть вещи языки как ло но очень удобный итак смотрите наша задача сейчас зачем мы будем писать свое приложение для того чтобы в первую очередь увидеть а как вообще пишутся серьезные приложения поэтому я давал задание артур но сейчас даю ребятам школы и кати кать задание очень простое для того чтобы у тебя начало становиться все на места ты будешь изучать следующие вещи смотри вот это ап это класс который находится в файле аппай я сейчас его открою вот этот класс это будем говорить платформа на которой все располагает у джанга тоже есть такая же вещь то есть что-то есть такое что здесь заменяет апп у пайторч есть такое в любом приложении неважно это мобильное приложение это приложение значится веб или это десктопное приложение любое везде есть нечто что лежит в основе так вот я не зря вам дал обработчик сначала а теперь запишите себе мы будем работать с апп теперь вы работаете с классом апп и здесь надо разобраться что он делает и вообще здесь первую вещь которую я сказал мы можем посмотреть сразу ответ control о я назад перехожу и смотрим вот начинается приложение пишется класс example диалог далее тога мы видим что атрибут тога класс а а потом уже в этом классе начинается писаться код колбеки и все прочее но класс апп здесь не ограничивается если мы промотаем все дело до конца до конца то увидим такую вещь как стартап иными словами разместить понять что разместить и запустить пусковой механизм вот тут как раз таки надо вам подумать будет причем есть обработчик урок уже получили первое наставление ребята которые смотрят видео и участники школы и оно заключается в том что любой продукт для того чтобы правильно его использовать надо понимать как он работает в данном случае просто апп это то на чем все располагается иными словами какая-то платформа есть везде если мы понимаем то ее конечно мы можем написать почему потому что это вот уже написано и дальше можно спокойно понимать что и как делать единственное что нам надо что делать все верно нам надо в первую очередь в первую очередь что мы будем использовать исходный код и как мы его будем использовать то есть когда мы будем писать свое приложение мы продолжаем это делать мы опираемся на исходный код с пониманием это очень сильно подтянет язык программирования для нас проявит четко понимание какие технологии мы можем изучить и для каких они случаев в принципе вот так человек профессионально растет это можно все делается в школе периоды небольшие все дело в отношении школа находится spb youtube.ru сейчас я показывал кроме школы в школе вы постигаете начальные знания и джанго а devhackers вы почитаете с чего начать зачем мне это и так далее захотите присоединиться можно купить понятно пара с которым будем работать это документация с исходным кодом то есть получается три здесь вещи документация плюс исходный код и по документации мы пишем код самого приложения и задача у нас стоит четвертая какая задача четвертая выразить свою идею то есть наш код который будет относиться к библиотеке пайторч иными словами написать код который будет что-то делать искусственный интеллект здесь мы будем опираться на логику приложения на конструкции которые мы поняли с исходного кода на обработчик так как могут понадобиться какие-то немножко другие вещи но у пайторча есть свой обработчик где все идеи понятны я могу перенести вот сюда вот эти четыре вещи и так для того чтобы нам стать реально профессиональным разработчиком мы могли там читать пойти всякое да но мы поступим по другому мы будем работать вот с этими вот фрагментами которые нам нужны итак первое документация нам нужна для того чтобы понимать что и что быстро документации как всегда мало чтобы понять полный ответ как это устроено нам нужен исходный код потому что совершенно просто если мы например заходим в исходный код русские стоят если мы заходим в исходный код то уже с первых во первых сразу учимся да как раз лкейт маги четко описывает что должно происходить второе вынет мы видим что вообще это делает да что будет передаваться дальше и дальше смотрим мы не буду уже подсказывать ребятам смотрим какие функции соединяя документацию сходным кодом нам начинает пониматься как писать элементов элементов намного больше но мы начнем именно с а да с платформы чтобы раз мы всегда запомнили что чем бы ним мы не занимались первое что должен определить разработчик это что лежит в основе самого самой библиотеки что является основой на что мы будем опираться откуда будем выстраивать свою логику вот в того в данном случае это класс а или иными словами обычное окно давайте его посмотрим так извиняюсь я попытался вызвать немножко не тот а исходный код поэтому я контрол о и сейчас я его вызов и вот появляется окно вот наша ап и на котором все располагается потом нам будет интересно а во что же превращается это в мобильное когда приложение превращается в мобильное представление а что когда веб-сайт смотрите сколько интересных вещей но в любом случае нам придется мыслить как профессиональные разработчики потому что мы работаем с профессиональным кодом итак документация нам нужна для того чтобы быстро узнать элементы да и описание нам нужно как я сказал важно понять что лежит в основе исходный код нам обязательно нужно понимать по двум причинам Кате нужно понимать для того чтобы начать расти насколько она в колбеках продвинулась это же круто она будет колбеки писать через чуть-чуть времени вообще на любых языках и совершенно так как бы подумала написала и все между дел это круто но кроме этого сможет эти же вещи воплощать для реализации своих каких-то библиотек немножко времени немножко терпения потому что уже когда мы будем встраивать свою идею Катя начнет применять эти знания когда следующее что мы то есть у нас же четыре элемента код самого приложения ну в принципе то что мы читали пишем свое приложение на тех же законах которые написаны самый исходный код иными словами у нас есть где учиться и есть в чем разбираться конкретно иными словами это дает нам возможность постичь технологии которые используются везде приложения разные а принципы одни и те же например колбеки асинхронные приложения и так далее да то есть потому что зачастую люди изучают все что угодно но не то что нужно а я считаю что нас сосредотачиваться на том на тех технологиях которые себя зарекомендовали и если изучить порядка там 10-15 технологий не так много вам их хватит вам их хватит как говорится ну на любые случаи жизни и технологии в себе собирают знания и в следующем мы втроим свою идею то есть это будут наши файлы которые будут подключать другую библиотеку и реализовывать возник вопрос а я совсем новичок а 4 месяца назад Катя тоже был совсем новичок и такие вещи например разобрать файл с колбеками то есть тот же обработчик это было недоступно это позволило система нашей школы она так устроит Катя много работала в группе Катя начала успешно работать на билл хакер сумела сосредоточить свое внимание на нужных вещах начала видеть объекты иными словами прошла определенный путь не так не бывает да и этот путь я называю начинается с изменения подхода ребят все остальное не работает я даже доказывать не буду многие кто смотрит эти видео занимаются намного больше Кати и при этом имеет худший результат просто Катя делала то что работает и что работает в языке не надо расстраиваться надо просто принять правильное решение и начать заниматься изменив подход все остальное почитайте отзывы на главной странице спб или тут точка рук я не буду далеко ходить вторая девочка Рима да вот Рима писала тоже получается дней 90 назад потому что недавно писал видео спасибо за просто тон вот это она пришла три месяца назад вот от этого видео да теперь вспоминаю вебинары какая каша была в голове а вот через 90 дней что произошло с этой же девочкой Рима совершенно реальный человек с чего начать посмотрите так зачем вот как раз то тут конкретный результат за 90 дней про Рим которая в принципе вот в группе написала отзыв давайте почитаем Рима пишет это имеется ввиду школу подход конечно другой чтобы стать программистом на курсах с огромной аудиторией был пример она пришла кстати с курсов откуда ничего не знала такого же человека как я пришедшего в программирование из другой сферы то есть полный ноль но я показал видео что она сегодня делает и вот он рассказал когда прошел первый блок а на курсах везде одинаковый одинаковое видение в пайтон то я понял что ничего не понял значит закрыл своей комнате два месяца изучал все заново это вот люди пишут дальше после урока пыталась пойти по его сто это все я вспомнил это она описывала парня которого раньше читал то я смотрю в общем-то рима попыталась сделать как тот хлопец тоже закрыться в комнате и значит проделать но без подхода ребят без подхода не получится все дело в изменении подхода хоть сотню раз перечитайте эти типы данных порешай примеры задачи бессменной подхода ничего не получится вот что она поняла почему у него результат ребят вы можете сколько угодно изучать типы данных понимаете но вы придете к одному и тому же арень которым я занялся артур которого никак не получилось начало получаться я ему дал задание проработать файл обратите внимание что здесь можно сказать смотрите это стандартный подход всех курсов смотрите обратите внимание ребят на которых из 10 месяцев 5 долбили типы данных смотрите и я ему дал артур выпишите пожалуйста что вы видите с файла api что выпало ребят 5 месяцев из 10 как в стандартных курсах долбили типы данных они выпали напрочь их нету смотрите чего нету атрибута нету атрибут выпадает а с атрибутами а с атрибутами выпадает не только все ооп ну и все функциональное программирование откройте файл ведь кост состоит из чего из тех вещей где есть точки атрибуты где производят какие-то действия что получилось артуру 10 5 месяцев рассказывали про сетку вовсуновский рассказывает так артур смотри мы с тобой сейчас пойдем в магазин изменяем подход вот пошли в магазин покупать 10 булок хлеба и пошли то есть то есть я начинаю с функции потом артур купил хлеб и я ему говорю ну теперь надо назад нести он логически понимает что ему надо хлеб куда-то положить и берет сетку ложит туда хлеб кладет и несет в следующий раз он сам сходит в магазин артур пошел на курсы где ему 5 месяцев рассказывали про типы данных иными словами посадили артур за стол то что он пойдет в магазин никто не говорил но рассказывает смотри артур вот сетка смотри с какого она материала в нее можно ложись в нее можно вынимать она может быть синяя она может быть зеленый это называется и пошли умные фразы когда артур артур видишь что катя пошла в магазин но он не понимает потому что катя мыслит действием и в жизни артур мыслит действием а на курсах программирования ему рассказывали про тип данных как про данность и вот он думает не понимает и когда он выполняет домашнее задание что выпадает выпадает тип данных со всеми операциями он все увидел вот смотрите стандартный курс наследование множества магические методы стандартно иными словами человека каша в голове не надо быть семипядей во лбу открываем учебник который когда-то написал основатель языка открываем путь 932 вы там многие и не были и переводим объект класса поддерживает два типа операции ссылку на атрибут создания экземпляра я не буду сейчас рассказывать это надо не так прочитать с этим надо разбираться вот по этой схеме тогда все становится так вот вполне у меня стало все на места то есть теперь понятно как помочь артуру да то есть я ему уже дал указание что делать в предыдущем видео почему смотрите получается что такое объект понял но применять не может ну в общем понял да смысл в данном случае если поставить сюда атрибут то все остальное и второе функции да параметры все эти вещи все остальное вокруг этого соберется и будет использоваться в нужный момент времени вот и все проблема решается вы единого яйца не стоит надо было посмотреть на код артур и понять что его тормозит все просто артур вы поняли двигайтесь скат закат и вот в этом направлении то я рима и все да кому-то надо кому-то хватает все это получится это отлично большинству нет вопросов всех типичные делал все по видеоинструкции почему у меня не работает еще ошибки где-то забыли указатель где-то все и так далее теперь про школу про то как у нас учатся в школе в Босуновске в своем темпе идешь урок за уроком шаг за шагом начиная с функций да и типы данных потом автоматически подтягиваются вот именно это сейчас должно произойти у Артура Артуру надо взять за руку и провести в магазин чтобы сетка которую он будет нести на закле стала необходимостью также в языке программирования тип должен стать необходимостью и им надо размышлять как мыслью а не учить его потому что сам по себе тип ничего не несет и любой человек в жизни программист он прекрасно знает он же не будет кирпич вливать в бутылку потому что это разные типы просто когда он приходит программирование ему сказали наговорили умных слов наговорили типа они сказали не сказали что это то же самое что вот взять бутылку взять кирпич кирпич он твердый и допустим для того чтобы или взять кастрюлю сварить из него суп то воды из кирпича если его там не получится потому что для того чтобы влить туда воду надо взять воду это другой тип это каждый человек знает от природы человек прекрасно работает с типами единственное что происходит в школе это создаются условия где тип является необходимым те же исключения те напишут что нельзя складывать числа строки например работа здесь группы мысли других ребят правильные и неправильные очень помогают даже моя ошибка дурацкий пример исключения ведь вы правы их кто использует кому они нужны еще помню вебинар из курсов показывали пример из юпитера ноутбука а ведь даже не научились с ним работать я его тут с вами сама использую ощущение сейчас и сравнить мои вау я же пришла и знала только дев это после курса программирования ребят функция то сколько тела функции да просто каша в голове а сейчас я просто взял и сравнил три файла три файла с профессиональным кодом три файла хендл обработчика джанго пайторч через три месяца ребят джанго пайторч тога а сейчас будет писать дальше разница есть есть вот поэтому единственное что помогает это начало с изменения подхода если у вас будет неверный порядок то сколько вы не учили язык всегда будут вопросы ну а мы продолжаем дальше развиваться до этого уровня до которых дошли девчата за 90 дней каждый ученик может дойти ребят так что единственное то есть то что я рекомендую приходите в школу и работайте но надо быть и в школе и в проекте девхакер тогда будет толк спасибо за доверие все получится ну а участники школы то кто работает девхакер поняли что сейчас будем делать spb-tut.ru там где реально учат писать код профессионально спасибо за доверие